Я вас приветствую. Я знаю, что я уже уморила своим балконом, но хочу показать, как я привела его сегодня в такой божеский вид. Потому что я утром проснулась, на улице 4 градуса, в квартире 15. Так посидела, посмотрела, компьютер что-то замерзла, думаю, пойду погреться. Вышла на балкон, приступила к делу и так, знаете, нагрелась, что называется. Значит, что я сделала? Я сделала то, что я хотела. То есть все керани, смотрите, стоят на лестнице на этой и висят подвешенные в горшочках. В этих вот вазончиках. А внизу я сделала всю свою зелень съедобную и другую на подставках. Так, как хотела. Я их купила для этого, и для этого я это сделала. Там вот я убрала этот куст герани, который там был здоровенный. Потом убрала отсюда все вот это вот, которое занимало тут полбалкона у меня. И мне и вешать-то было неудобно. И вообще я не люблю, когда, знаете, как что-то такое захламленное. Вот это мне не нравится. Поэтому я вот так вот теперь... Ой, я так рада, что я это сделала. Вот здесь вот у меня стоит сушилочка, на которой я сушу полотенце. Ну, выкупалась утром и повесила туда. Потом пересадила мяту. Она у меня была такая уже старенькая. Я ее оттуда вытащила из того горшка, в котором она была. Отрезала от нее кусок. Посадила землю там, освежила все в новенький вазон. Присыпала, будет расти. Так, лук у меня растет. Вот, смотрите, я отрезала перышко, два салата, оно дальше растет. Так, базирик тут у меня. Значит, цветочки я побрызгала все, обработала, я уже говорила, проредила их. Если кто волнуется, вы не волнуйтесь, что я их так проредила. Посмотрите, у них тут столько цветоносов. Что их тут девать некуда, эти цветоносы. И поэтому я и не очень за них волновалась. Да, они вот уже расцветают, распускаются. И мне так нравится. Чтобы они были такие, знаете, как бы такие маленькие, миленькие кустики. Ну, вот один есть такой большой достаточно. Так, здесь у меня, здесь у меня, наконец-то, наконец-то, пророс чеснок дома. И я его весь туда высадила. Вот это вот целый горшок, его не видно, я присыпала землей. Проросший чеснок. Через несколько дней тут будет стоять такой зелененький коврик. Ну, и там вот у меня остался нижний большой. Вот такой вазон, он еще свободный, в нем ничего нету. А это стоит бегония. Бегония такая розовая, ну, не знаю, вырастет, не вырастет в этом году. Это вот так вот чахнет, не растет. Ну, и как бы, и не умирает. Это красная такая бегония. В общем, так я привела в порядок свой балкончик. Я ему уже надоела с ним, но я три дня над ним работала. Уже в конечном итоге сделать из него такой хороший, ой, светлый, солнечный балкончик. Ну, и теперь, переводя взгляд с балкона, ой, меня же душа радуется, какой мне нравится, можно полюбоваться на своей орхидеи, так сказать, в утреннем свете. Вы знаете, когда она у тебя там одна или несколько, то еще и только из магазина, с такими листиками небольшими, то ее можно легко и непринужденно приткнуть где-то. А когда у тебя их столько, то еще с такими огромными листьями, то уже так и не приткнешь, как попало. Это лютик золотистый, красавец такой. Ужас какой красивый. Ой, так, это моя тренда. Это вот тут тренда пилорик. Так буйно цветет, смотрите. Пилорик, все цветочки пилорик. И все цветут двумя цветоносами. Ну, тут такая гроздь вены. Это вы уже видели 300 раз. Ой, я их тут все как-то стараюсь куда-то так расставить, чтобы им и свет попадал, и солнце попадало. И чтобы я могла их ими и любоваться, а не просто так, знаете, вырастила там. И для чего я их вырастила? Вот тут уже Клеопатра вся такая расцветается. Очередной бутончик распускает. Так, а что тут у меня дальше? Ну, с этой стороны тут тоже буйство. Буйство. Ой, вот там вот внизу это Мелоди. Мелоди должна раскрыться не сегодня, а завтра. Тут я попереставляла наверху. Слушайте, ужас какой-то. Прям под самый потолок цветочки у меня идут. Переставила брюки сюда, потому что... Ну, иначе не получается. Тут, смотрите, какая-то огромная кисть ее такая. То ли ветка, то ли я уже даже не знаю, что. Это Вивальди на первом фоне. Это Монтре. Я вчера тут с ней носилась-носилась и в ту комнату переставила. Нет, никак не получается. Вернула назад. Ой, Кренбери-чача тут у меня. Свисает, так сказать. Знаете, я называю название, если кто-то узнает свои цветы, чтобы вам было понятно. Это вот Притория с такой беленькой окантовочкой. Тут у меня присел попугайчик. Гаучо. Веснушечки. Так, тут у нас, тут у нас и цыганские праздники, и Сантос. Помните, я вам говорила, что у меня есть орхидея, которая называется шоколадные капли, и которая, так, нет, не достану. Сейчас зайду с другой стороны. А вот там вот это Мэджик Арт. Такие огромные красивые цветы. Так вот, эти шоколадные капли у меня была. Это такая интересная орхидея, она может цвести по-разному на своих ветках. И вот я думала, как она расцветет. А она у меня цвела в прошлый раз. С одной стороны были вот такие цветы, как Мэджик Арт, а с другой были такие темно-бордовые цветы. И то, что относится к шоколадным каплям. Ну, вот этой веточкой, я смотрю, она у меня цветет. Таким же Мэджик Арт. Вот они получились, в принципе, одинаковые. Я довольна. А почему бы не? Пускай цветет и так. Интересно, как у нее расцветет вот эта веточка. Еще одна. Но у меня есть еще одна. У меня еще есть одна шоколадка. Вот она стоит. Она еще только наращивает цветонос. Интересно, как она расцветет. Здесь вот у меня кимоно. Кимоно на выходе. Одна кимоно. Вторая кимоно на выходе. Тоже. Так, здесь вот подрастает, если вы помните, я так сказать, в висячее положение. Пересадила свою самую первую орхидею. Red lip. Ну, наблюдаю. Понравится ей это, не понравится. Может, пересажу, а может и так, потому что у нее вот два цветоносика с двух сторон. Я хотела, знаете, чтобы они так свисали красиво. Ну, так, чтобы сюда свисали. У нее такие большие белые цветы с такой, с бордой серединкой. Ой, там вот кандала. Ну, в общем, ужас какой-то. Ужас, ужас, ужас. Смотришь? И так, и так. Любование. Я вас любую цветами ежедневно. Ага. .